Трупы ГАИНИ они отправят туда-то, которые были в ВВЕСКИ. А то, что оно могло быть письменным или устным, это уже другой вопрос. Могли просто позвонить и сказать, отправьте. Они могли отправить. А сейчас в Минзанте, в Минзасовке, конечно, на это ответы на себя не берут. А если это официально было, тогда, я думаю, это в том числе и в ВВЕСКИ. Отправьте туда. Не надо ходить. И представление о Минзасовке имелось. Скажите, пожалуйста, Ваше мнение. Например, необходимо было выставлять адекватную защиту, да? Ну да, хотя бы на тот день, на 1 сентября. К Вашему представлению, как это должно было выглядеть? Ну, Вы знаете, я не знаю, штат сотрудников милиции, я не знаю, по сколько человек. Но хотя бы, я думаю, по 1-2 человека, чтобы дежурить в школе. По 1-2 человека, чтобы дежурить в школе. По 1-2 человека, чтобы дежурить в школе. Да, вооруженную. Хорошо. Скажите, Ваше мнение. Могли бы эти 1-2 человека предотвратить, в общем-то, вот такой захват из банды вооруженной, сами знаете, какие оружия, со 132 человек. Ну пусть 30 там, ближайшие. Ну, дело в том, что, конечно, мы видим, как мы с ним что-то не смогли сделать, но, по крайней мере, видят двух людей с автоматом, я не думаю, что бандиты могли как-то более свободно себя вести. Вот как-то бы они их планы нарушили бы, в любом случае. Так, ну, пока нет. С тех ворот находились или нет? И вообще в здании, во дворе школы? Про это она ничего не говорила. Спасибо. Как Вы считаете, бродили, ну, бродили люди, есть ли арсенал самокрыт? Нет, думаю, что это помещено. Скажите, пожалуйста, вот, как в связи с событиями вновь ранее, Вы считаете ли Вы оправданным тем усиленным мерам безопасности, которые будут предприняты по райотделам, посевозможным райотделам? Нет, я считаю, что это оправдано, но надо было не только райотдел, допустим, хотя бы на тот день другие места тоже охранять, а райотдел, я считаю, конечно, не помещено. Вы считаете, что райотдел нужно? И ещё готовы, скажите, в связи с этим. Как Вы считаете, инициатива по усилению права райотдела исходила от самого руководства райотдела, и всё-таки это был приказ, но были такие представления. Я не могу так обсудить, у них, наверное, какие-то произведения. Может, сам я решили, может, произведения. Я так могу. Вы можете на этот вопрос ответить, да? Спасибо. Может, через можно, по-моему, что вопрос? Да. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, Вы местный житель давно уже? Да. Вам известна протяженность границы с республикой? Я говорю, большая. Протяженность большая? Да. Вы как думаете, вот обеспечение охраны общественного порядка и вообще охраной границы, действительной, с республикой нарушения, открытым посредством возрасте, и вот, люди прошла и продолжает их. Она требовала какие-то материальные расходы или нет? Естественно. Требовала? Да. В отношении охраны школы, вы помните, что где-то с преподом начальника, вы имели в виду, блоки были выставлены или машины были выставлены? Блоки были, но я не помню, в тот момент они проявились или раньше были. Вы же рядом живете с нами, да? Да. Хорошо. Другой вопрос. Вы криминогенную ситуацию в районе узнали до теракта? Ну, по зводкам, которые газеты получили. Вас устраивала эта ситуация, которая склонилась в районе? Ну, вы знаете, вам более видно, какая криминогенная обстановка. У меня, я был в почте только того, что было написано в газете, а там два-три случая бывало. Если только то было, то, конечно, не совсем хватает. Вам было известно, не было известно, в следующем пересмотренном голосе произошло? Нет. Спасибо. Этих двоих, этого, Мацазова, давно, вместе работали, он еще был пацаном, и этого, то ли вот, как работники величистины, для этих, а это работники, один. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Она мне говорит, папа, мы должны были собраться в 10 часов, 1 сентября, но мне позвонили. Она классный руководитель 8 класса, вот не помню, А или Б. И она всех учеников начала обзванивать, чтобы они пришли к 9 часам. И вот на нашей же улице была похорона, и я ей говорю, я говорю, завтра же ты не ходи на работу, надо же похоронить тебя. Она говорит, ты же знаешь, что сегодня, завтра, я не могу, я к этому времени не успею. И она из дома вышла без 15.09. И это время ко мне сосед подходит и говорит, давайте с молочного кухни привезем молоко. Это кукаря. И мы поехали, до центра доехали. Ну, молочная кухня у нас находится на Привовнице, по-моему. И вот там стою, пока этот старик зашел, стою, уже стриба началась. И со школы уже позвонили на кухню, и эта работница выходит и говорит, на школу напали. Я уезжаю кругом через пиле, домой заскочил, у меня оружие оформленное, все здесь не зарядное. Я его взял и вышел. Вот как было 1 числа у меня. И там, и стояли твое судя. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вообще должным образом осуществлялась охрана общественного порядка именно в городе Беслане с сотрудниками право-дивижного РОВД, начиная с августа месяца и по 1 сентября 2004 года? Ну, я как работник сельского хозяйства, на моей территории, в Ведене, в которой я нахожусь, там тоже есть граница, около 4 километров. Мои земли подходят к Далакову и Канчеву. Я часто видел, часто видел, что там люди охраняются. Я видел часто. Но в тот день я не был на поле, не был в школе. Я не могу сказать, что было, но по слухам я знаю, что там стоял экипаж. Ну, люди говорили там. Но экипаж и какой-то этот Горичник. Позвонил, снимите, переезжайте. Сейчас Росоха будет проезжать. И их на красную мысль. Это Горичник сейчас, старший лейтенант Буратов. Вот он, говорит, снял. И этот экипаж отмегал. Вот это я слышал. А фактически я же не был в отделе, я не знаю уже. Я, в свою честь, еще раз повторюсь. Вы не поняли вопрос. Я хочу сказать только, что на ваш взгляд личный, вот месяц перед терактом, август месяц, вы видели сотрудников милиции, какие-то усиления, провели профилактическую работу среди населения, лично вас участковые посещали. Именно вот, на ваш взгляд, провелась хорошая работа с сотрудниками милиции или как? Я вам еще раз говорю, что я в день по городу еду где-то в 100 километров, по району, в день я делаю где-то 200 километров, и я этих сотрудников вижу, что стоят на дорогах, на этих. Почему я должен сказать, когда я их вижу? Я их вижу. Но в тот день ни на переезде не стояли, ни возле школы не стояли. Они потом сказали, я лично сам за Сохова спрашивал, вы в тот день куда-нибудь ехали? Он мне сказал, что никуда открывали 4 или 5-ю школу в Владикавказе, и я, говорит, находился там. Лично я его в Москве спрашиваю, я к нему приезжаю. А сотрудники милиции я каждый день вижу. Они охраняют, что я могу сказать. Вот там они стояли, откуда они приехали, там они стояли. Откуда вам это известно? Я знаю, потому что я по полям же езжу. За боком никто не стоял. Где бы я? Вот откуда они приехали. Эту дорогу я хорошо знаю. Но вы в тот день были там? Не был. А откуда вам известно источник? Если бы они там были, тогда бы не проехали. Вот оттуда мне известно. Скажите, пожалуйста, вот 1-го числа, вы говорите, как только услышали стрельбу, да? Да. Как быстро вы оказались около школы города Мислав? Через 10 минут. Я живу от школы ровно 300 метров. 300 метров, да? Да. Вы сам захват школы не видели? Не видел. Не видел. Через 10 минут вы были около школы, да? Да. Правильно вас помню? Да, да. Находились ли сотрудники милиции около школы? Лично Айдаров, это не Айдаров, а этого Муртазова, он прошел мимо мельницы, вот этот Лермонтова переулок, по-моему, да? Вот там он прошел автомат, у него на руках, и прошел, и когда досрал, дошел вот на, как его улица, вот это, вот это, я ему кричу, замоли, смотри, снайпер сидит на этом, на новом, вот в Коспорте. В комплексе, потому что вышел с интерната учитель, мужчина, по труду, и говорит, там кто-то сидит на крыше, а мы стояли сзади этого трансформаторной будки, и в это время Муртазов прошел, я ему кричу, смотри, снайпер тебя возьму, он руководил, даже, вот, у них был снайпером, я его фамилию не знаю, Шапат, вот он снайперским винтовкам тоже бежал, ну, кого я знаю, я могу их перечислить. Это буквально через, ну, Бог мне не дашь обратно, 15-20 минут, ну, 10. После того, как началась телевизор? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, как только началась телевизор, вы говорите, уже не было людей перед зданием школы, да? Заложников уже вы не видели? Я, ну, вы Бесла не знаете, но я вам объясняю, вот смотрите, где кухня, оттуда я выехал, и прямо меня по улице милиции, меня не пустят, уже милиционеры стояли, меня не пустят, я налево поверну, и по Ленина лечу, и до отецада доехал, до отецада, и женщинам говорю, я говорю, быстрее домой напали на школу. Вот я сам лично предупреждал, вот на Ленина улице ездит у нас детский сад, и там же. Отцепление было, или вы только одного видели сотрудника? Если вам честно сказать, три дня там никакого отцепления не было. Меня интересует, тут первого числа... Первого числа, первого числа, я вам еще раз говорю. Когда я с райкома выехал, и прямо по улице меня не пустил, уже милиционер меня не пустил, я налево повернул, и по Ленина поехал. Сюда уже, когда вышел, на этот, это, интернат, уже я видел муртажа, сам лично. Здравствуйте, пожалуйста, как вы считаете, действиями, либо бездействиями сотрудников, правоохранительных органов, вам причинен ущерб? Конечно. Не они, не они виноваты. Если бы моя воля была, я бы сюда посетил министра кому-то бывшего. И начальники ГББ, я бы, они бы отвечали, вместо них. Нет, вопрос еще раз. Пожалуйста. Вот в отношении сидящих перед вами, как вы считаете, их, от их действий вы пострадали? От их? Да. Нет. Ясно. Значит, я разъясняю, что право, значит, вы заявили гражданские, в соответствии с действующими гражданскими законами. Сомнений нет. Админ граница, у вас поля, у вашего садхоза, находится граница с республикой Ингушетия. В каком месте? Вот от этого, от границы земель. Ну, да и нажимаем, старая дорога, может между... Напротив каких сел в республике Ингушетия? Напротив Канцерва и Даллака. И до какого? До зимы. До зимы. Да. Вот где этот есть, канал начинает, сталинский канал, вот до зимы. Вы говорили, что видели там охраняющих армян границу людей. Каким образом они охраняли, и кто это были? То ли сотрудники милиции, то ли казаки? И казаки охраняли, и сотрудники милиции охраняли. У меня же там земля разделяется на пополам, там мост есть. И вот, что они возле моста. Сейчас она закрыта по указанию начальника милиции. А каким образом осуществлялась охрана армян границы? Они целый день сидели там, ну, под деревьями, и смотрели, бинокли у них есть, и оружие у них есть, и охраняли. Охраняли. Автомашины были, патрулировали? Да, да, да. А там же и на нем разборочные. Насчет первого сентября вы только предполагаете, что не было там администрации? Да, предполагаю. Вопросы? Говорим насчет снайпера. В какое-то время сидел снайпер на спорткомплексе? В общем, когда я уже домой забежал, взял литовку, и мы вышли. Вы помните расположение вот эти наты, да? Там впереди стоят трансформаторные пункты, и мы сзади него стояли. А улица, вот где мельница, оттуда выходит пушаток. Оружие у него на пунктах, и выходит, и вышел на проезжую часть. И в это время, когда я его заметил, я ему кричу, там он там снайпер. До этого к нам вышел, мы подумали, что снайпер сидит из бандитов. Вот так подумал. Я лично так подумал. Так в это время уже наши войска подошли, да? Войска еще не было мельницы. А снайпер тогда куда взялся? Я вам еще раз говорю, что учитель нам говорит, что у снайпер из бандитов туда залезет. А в итоге не узнали кто это, да? Нет. Не узнали. Нет. Это один вопрос. Второй вопрос у меня такой. Вот как вы говорите, вы, значит, на границе вашей поля с Лишитей, да? Вот на предыдущих заседаниях, значит, по другому делу звучала такая информация, что периодически между Лишитей и Осетией скапывали какой-то ров. Ну, с ранчейка. И кто-то его обратно закапывал. Вы не в курсе, кто это? У меня была земля, в Салуке есть такое восьмое поле. Восьмое поле. Тогда еще Амбором ура пработал. Вот как раз по этим вопросам. Это было в девяносто девятом году. И они большой ров скапывали. И сейчас она есть. Но вот когда, если вы помните этого... Для чего этот ров копали? Этот ров копали, что пропал. Милицию, это... Сотрудник Ивана Мурата специально выдастся. Милиция от милиции там? Да, от милиции.